Вообще-то я собиралась делать влог, какую-то сборную солянку из разных моментов в моей жизни, но оказалось в этом влоге слишком много вани. И я подумала, почему бы не спросить у вас, что вам интересно о нём или о нас услышать. Сделала опрос в инстаграме и получила очень много вопросов. Поэтому давайте отвечу на них в этом полувлоге. Кто там готовит? Сегодня... Вань, что там пищит? Что тут нам готовит Иван? Можно через стекло поснимать. Как ты? Вообще-то нет. Через стекло я снимаю вот так себя. Я тебе говорю, ты включил, и оно у неё такое бывает от жары. Ты мой готовщик. Ничего. Первый раз духовкой Иван пользуется. Всё, когда добывает впервые. Давайте немножко вводной части введения. Мы встречаемся с Иваней уже восемь лет. Мы познакомились в школе в пятом классе. Мы стали учиться вместе, и в конце седьмого класса мы начали встречаться. И как-то так вышло, что когда все начинают встречаться и через недельку уже расстаются, у нас как-то отношения затянулись, и нам было кайфово вместе. Кстати, мы в целом абсолютно разные. Я, вы знаете, такая сбалмышная, энергичная, экстравертная. Что ещё можно сказать? Ну, вы знаете меня. А Ваня, он наоборот, он спокойный, очень вдумчивый, рассудительный, в некотором плане зануда, никогда не сделает, там, что попало, как я, например. И как-то так у нас всё пошло-поехало, и вот восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый класс мы были вместе. Потом и первый, второй, третий, четвёртый, вот сейчас пятый курс пошёл. Мы съехали с Ваней на пятом, на четвёртом курсе, где-то в середине. Мне очень хотелось пораньше, мне вообще постоянно хотелось съехаться, наверное, после школы сразу же я хотела жить вместе. Я такая торопыга, но на самом деле я очень рада, что я успела пожить одна, поснимать квартиру. И через, не помню уже сколько месяцев, может через полгодика, может меньше, со мной стал жить Ваня. Мы вместе снимаем сейчас квартиру, и уже живём, ну, чуть меньше года. Но на самом деле ничего такого нового я не узнала, всё то же самое. Мы же очень долго приезжали к родителям, жили у друг друга на выходных, потому что Ваня после школы стал учиться в академии, в НГУ. Это у нас за Новосибирском, достаточно долго ехать, ну, час, наверное, без пробок. И он учился и жил там года три, мы виделись только на выходных, суббота, воскресенье, ночевали друг другом у его родителей. Вот. И в целом за всё это время нашего общения, ну, ничего нового в быту, вот мы начали жить, ничего нового в быту не было. Кстати, после третьего курса он бросил университет, год не доучил, всё считай, потому что у него очень сложилось негативное впечатление. Он думал, что НГУ, факультет информационных технологий даст хотя бы что-то полезное, а это была пустая трата времени, слишком много лишнего и в целом ненужной какой-то вот этой бюрократической штуки друг. И Ваню это вообще бесило, и он в итоге ушёл и устроился на работу. Ну, и это был на самом деле очень сложный период в нашей жизни, потому что в тот период, когда Ваня не работал, мы не могли из-за этого жить вместе, потому что он не зарабатывал. Но вот просто, слава богу, мы это пережили, потому что я уже смирялась, что... Ну, у нас разные понимания. Мне казалось, что нужно идти вот работать, там, в МВидео сколько-нибудь тебе будет платить, и слава богу, и вот за то мы вместе будем жить. Он считал, что лучше подготовиться, там, пусть полгода, пусть год к нормальной работе, и потом сразу на неё пойти, и уже потом жить. И мне казалось, что вот он мне вешает лапшу на уши. Ну, как бы, не мне казалось даже, а это навеяно обществом было. Вот, ты же работаешь, там, мне говорили люди. Я такая, да, ну я же вот девочка работаю, Ваня, нет, что к чему. На самом деле, это всё такая хрень. Вот просто люди очень мне в тот момент не помогали, наоборот, делали зло, потому что где-то через год действительно Ваня устроился на очень хорошо оплачиваемую работу. Даже не вот новичковую зарплату, а нормальную, очень хорошую зарплату с возможностью быстрого роста, продвижения и так далее. Он программист. И я поняла, насколько все вокруг были неправы, насколько я была неправа, и уже под конец не верила в то, что он вот готовится действительно. Мне казалось, типа, ну вот, чё он там готовится, чё вот готовится к этой работе. Там, выучил за месяц и всё, и пошёл на эти, как их, ну поняли, на собеседование. Ну вот, на самом деле, он бы устроился тогда программистом за 30 тысяч, и, ну, мы бы очень тяжело снимали сейчас квартиру, потому что это всё уходило бы на съём квартиры. Короче говоря, это был очень тяжёлый момент. Вы спрашивали как раз, были ли тяжёлые моменты. Это был тяжёлый момент. Не до расставания, нет, но вот с ссорами, с постоянным вот этим возвращением к этой дурацкой ситуации. Но мы это пережили, и если у вас есть такая ситуация сейчас в жизни, то прислушивайтесь всё-таки к своему партнёру, а не к тому, что вокруг все твердят. Да, Иван, готовка — это нелёгкий труд. Жить за блогером — это тоже нелёгкий труд. Сейчас сто лет пойду поснимать? Да. Я готова делать контент. Как удаётся совмещать работу, быт и учёбу? Мне очень повезло с Ваней в этом плане, потому что Ваня, не придирчив в плане того, что я должна, как женщина, что-то там делать, готовить, убирать, стирать. У нас стирка, кто увидел, тот постирал. Полы всегда мою я, но всегда-всегда перед этим он пылесосит, потому что я люблю, когда я сначала пропылесошена, а потом я мою. Готовить он не любит, но он может спокойно заказать еду. Он может спокойно купить еду на работу, покушать в столовке, вообще без проблем. Вот сейчас, например, я приехала на работу, готовила себе на работу еду и заодно Ваня на завтра приготовила. Но я знаю, что так происходит не всегда, и иногда просто нету времени вообще что-то делать по дому. Но в целом он очень у меня чистоплотный, поэтому мы наводим порядки вместе и всё вот это вот стараемся будет вести вместе. Ваня, ты что, читаешь мои сообщения? Вот, мамочки, давай. Давай, ты смотришь третий раз. Это вообще неадекватный. Тема ревности и доверия. Ваня абсолютно не ревнив, абсолютно. Я, наоборот, борюсь активно всегда с ревностью. Сейчас уже попроще. Сейчас я уже стараюсь максимально довериться, хотя он не даёт никакого повода просто. Я не знаю, но есть парни, которые постоянно общаются с девушками. Он общается с ними, может быть, на работе. У него там пара друзей, мальчиков. У него подруги, девочки, это, в принципе, мои подруги. Вот Аня, Тереза, Балина, Айка. Вот все, с кем я общаюсь, мы тусим вместе. Он с нами общается. Не знаю, у меня всё равно немножко задвигли на эту тему. Есть, но я просто не даюсь им развиваться. Разговариваю с ним по максимуму и борюсь с ревностью. Не знаю, почему. Может быть, потому что как-то в школе он очень был популярен. Ну, как бы, с другой стороны, на меня тоже постоянно обращают внимание мальчики, наверное, из-за моей энергичности такой. И постоянно при нём могут там клеиться, он знает все эти истории. Но, тем не менее, он вообще не ревнует. То есть, если он вообще не даёт повода, а я немножко ревную, то я, как бы, со стороны кого-то там, ну, других парней могу давать супер много поводов. Ну, в кавычках я не даю повода, но часто со мной знакомятся. Я очень общительная, могу там встретиться с кем-то там из мальчиков. Ну, и он никогда не ревнует. Я вообще, прям, он мне всегда говорит, типа, а смысл ревновать? Ну, вот смысл. Мы друг другу доверяем. Если что-то там случится, то, ну, как бы, просто говорим это и всё. Друг другу. Мы друг другу доверяем. И всё. И всё. На доверии строятся отношения. Я с ним полностью согласна. Просто надо почаще разговаривать с адекватным партнёром. И тогда твои вот эти задвиги уходят на нет. Вань, почини интернет, пожалуйста. Он не работает. По-любому не готова, да? Сто процентов не готова. Отсюда вижу. Всё готово. Не потеряли интерес. Я не знаю, как это объяснить. Я спросила у Вани, и... Ну, у нас нет ответа. Просто мы кайфуем. Не знаю. У нас много других занятий, помимо наших отношений. Мы не тонем в друг друге. Не растворяемся в партнёре. Но при этом каждый раз что-то происходит новое. Мы куда-то растём вместе. Мы вообще выросли, считай, вместе. С седьмого класса это мы просто меняли друг друга на протяжении уже сколького количества времени. И я не знаю, почему мы не потеряли интерес друг к другу. У меня нет к нему привязанности. Я, наоборот, сейчас вот волна, когда я просто обожаю его. Я иногда смотрю и просто восхищаюсь. Но были ли, как раз спрашивают, периоды, когда хотели расставаться? Были периоды, прям такие жёсткие ссоры. Уж я не помню, это было давно. Но случались такие периоды из-за какого-то непонимания друг к другу. Никто не хотел, может быть, идти навстречу. Не знаю даже. На самом деле очень помогла книгам просто улучшить отношения. Помогла книга «Пять языков любви». Я прочитала, потом прочитал Ваня, прослушал. И у нас разные языки любви, ну, по этой книге. У меня язык любви-прикосновения, у него похвала. И когда вот начинаешь, реально, ну, как бы, ему проще, да вообще всем проще, когда есть какое-то обоснование, и ты действуешь из этого. То есть не просто там, вот мне нравится обниматься, а вот когда, например, в книге какой-то автор там написал об этом. Как-то проще воспринимать и стараться что-то делать из этого. Мотивация появляется. И вот Ваня прочитал, и я прям, он очень нетактильный. Прям очень нетактильный, еще с возрастом становится менее тактильным. Ну, это нормально, да. Но я очень тактильная. Очень сильно тактильная. Мне это прям важно. И вот он, прочитав эту книгу, стал заметно тактильнее, стал больше вот прикосновений делать в обычной жизни. Когда мы там гуляем, просто дома кушаем там что-нибудь. И это супер приятно. И когда, например, мне грустно, он делает, он понимает, что вот мне нужно там объятья или что-то такое. А я знаю, в свою очередь, что его надо хвалить, что он очень любит, когда его хвалят, у него появляется мотивация. И я с удовольствием его хвалю, просто напоминая себе каждый раз об этом. Что не как я раньше, там... Ну, ты, конечно, молодец, но вот я могу вот так-то. Ну, это мы такие конкурентные были у нас в какой-то период конкурентных отношений. Сейчас, конечно, такого нету. Я, наоборот, всегда уступлю. Говорю, Ванечка, да ты у меня просто солнышко. Мне кажется, это прям супер важно в отношениях. Чего ты тут сидишь? Чего ты тут сидишь, ржешь надо было? Я набираюсь настроение, смотрю твои видео. Иди набери настроение, посмотри ТикТок. Я поступила после этого, а не после этого. Ну, в принципе, все равно нечего выставить. Ты вонючка, короче. Все, иди. Ты куда идти? Я буду смотреть. Я не хочу, что... Я контрольную. Сейчас не я буду рассказывать, сейчас другие ребята вот будут рассказывать. Я у них тоже костей буду искать. Хорошо, отлично. Главное, не у меня. Что ты думал? Мне не жалко на тебя в бумаге. Что такое любовь в вашем понимании, когда вы поняли, что любите друг друга? Это очень сложный вопрос. Я не знаю. И Ване, и я не знаю, как ответить на этот вопрос. Просто нам кайфово вместе. Ну, никого не хочется другого. Просто вот, не знаю. Когда мы поняли, что мы любим друг друга... У нас началось общение с сообщений летом. Я помню, что мы встретились с первого сентября. И такие все стесняшки были невероятные. Потому что мы вроде как уже встречались по сообщениям. Но как бы в жизни-то мы еще не виделись. Конечно, там все его пацаны из команды баскетбольной хи-хи, ха-ха. И я такая, помню, до сих пор простою, потом обливаюсь. Но потом ничего, все постепенно. И было очень стеснительно. Очень-очень-очень-очень-очень стеснительно. И постепенно вот все стало получше, покайфовее. И Ваня меня очень развивает. На самом деле, очень сильно развивает. Мы друг друга развиваем, но ощущение у меня, что Ваня просто настолько меня поменял в лучшую сторону. И я настолько... Мы учим друг друга. Вот он меня более рациональный делает. А я делаю его более, не знаю, таким... Мягким, что ли. И относиться к жизни немножечко по-другому. Он видит просто, что есть другое отношение такое с розовыми очками, да. Но мне кажется, это ему только на пользу. И, блин, это очень сложно объяснить на самом деле, ребят. Спрашивают, как не потерять романтику в отношениях? Как с этим справляетесь вы? Ваня у меня в целом вообще не романтичный. Он как бы еще в начале отношений был немного романтичный. Но потом я поняла, вот у него какая-то европейская натура. Когда он... Романтика? Зачем? Там... Это, знаете, как картиночка, где дед с бабкой сидит. И она говорит, ты меня любишь, там... Он говорит, что вот я тебе ответил раз. Все, как бы этого хватит. Ничего не изменилось. Если изменится, я скажу. Вот у меня Ваня примерно такой же. Но я постепенно говорю, что ему это... Мне это важно очень, мне это ценно, мне это нужно. И он, конечно, старается делать какие-то романтичные штуки. Но вот он не из тех парней, которые там напишут что-то там на асфальте перед окнами, что такое сделает. Ему... Ну, другое. Он берет тем... Он берет своей постоянностью. На него можно положиться. Он, как бы, не знаю... Он прям вот за каменной стеной. Ты в нем так уверен. Просто можно встречаться, например, там, с суперкомпанельским парнем, который там в баре тусит со всеми. У него много друзей. Он тебя развлекает. Он тебе романтику делает. Но, как бы, я, например, не была бы спокойна с таким парнем. Ну, вот чисто мое восприятие. А Ваня, он прям другой. Он вот как за каменной стеной. Вот это мне важно. Да, это мне важно. Мне важно его чувство юмора. Я это люблю. И мне важно, что я чувствую с ним себя защищенной. И прям от него веет постоянством. В общем, вот такие моментики небольшие рассказала вам о наших отношениях. Я, наверное, скажу напоследок одно. Что там сзади кто-то подпер меня. Я скажу напоследок одно. Разговаривайте с друг другом. Меньше слушайте окружающих. Меньше, например, сейчас воспринимайте мои слова, мои истории. Это вот, это все наша история. У других, у людей, она абсолютно своя, другая. И слушайте только друг друга. Обсуждайте свои проблемы. Вот проблемы везде. От проблемы, почему мы не гуляем, до проблемы, там, в постели и так далее. Все, все, все проблемы нужно обговаривать. Потому что они так или иначе будут влиять на вашу жизнь. И на ваши отношения в целом. Решайте эти проблемы постепенно. Не давите на друг друга. И все будет кайфово. Любите друг друга, любите себя. Короче, будьте счастливы, ребята. Будьте счастливы. Плохие полосы случаются, они проходят. И потом наступают офигенные, классные полосы жизни. Когда вам, вы просто растворяетесь друг в друге. Но не забывайте заниматься своими делами. Не отсыкляйтесь на своем партнере. Потому что тогда можно найти столько недостатков. Что можно вообще расстаться в тот же день. Занимайтесь там учебой, работой. У каждого должны быть свои какие-то занятия и увлечения. Не только партнер. Но при этом занимайтесь тем, что нравится вам двоим. Прогулки вместе. Игры вместе. Например, мы вот играем в Ведьмака вместе. Кайфуем. Мне нравится. Ване нравится, конечно же. Мы вместе гуляем. Выезжаем к родителям. Короче, не забывайте и про себя. И про то, что нужно вместе тоже проводить время. И кайфовать друг от друга каждый день. Ребят, спасибо, что вы досмотрели этот полувлог. Я буду рада вашим комментариям внизу. Отвечу на ваши вопросы обязательно. И я побежала вообще-то на работу. Потому что как бы без пяти. Все, пока-пока. Выжимайте. По нашим землям пошел император НГР. Отсадил каждую крепостицу отсюда до синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Пес! Ведьмака играем. А да, ребят. Еще мы решили с Ваней пожениться. Вот такие дела.